Всем привет! Я обещал рассказать о том, как я использую iPad для своих съемок, потому что очень многих людей удивляет, что во время съемки я снимаю на свою камеру, а снимки моментально прилетают на мой iPad. И даже сейчас, во время записи видео, я использую его для того, чтобы видеть, как я записываю самого себя. До этого с этой целью я возил на все свои съемки ноутбук, но оказалось, что iPad намного удобнее, и поэтому использую теперь его. И сейчас я подробно расскажу, как я настраиваю свою камеру Sony, а также, какое приложение я использую для того, чтобы снимать в свой iPad. Меня зовут Виктор Брусков, и вы на моем канале The Photo Gear. Устраивайтесь поудобнее, и мы начинаем! Стоит начать с того, что я буду рассказывать про беспроводную съемку на примере своей камеры Sony. Я абсолютно уверен, что у других производителей также есть возможность такой съемки, поэтому ознакомьтесь, какое приложение подходит под iPad для съемки на вашу камеру. И хочу напомнить о том, что в своем обзоре на Sony Alpha 7 IV я рассказывал, что приложение Creators недоступно в RF, и поэтому я использую старое приложение Sony Imagine Edge. И в этом видео я даже рекомендовал не обновлять прошивку, для того, чтобы была возможность использовать старое приложение, которое легко можно скачать на iPad либо iPhone. Ну и, естественно, долгое время не обновлять прошивку не получится. То же самое произошло со мной. Я обновил свою Sony Alpha 7 IV до самой новейшей прошивки 3.02. И, соответственно, необходимо возможность установить новое приложение Creators на свой iPad либо iPhone, потому что старое приложение уже автоматически не работает после того, как прошивка обновлена. Ну и, естественно, после Sony Alpha 7 IV вышли новые модели камер, такие как Sony Alpha 7 C2, и на них уже стоит новая прошивка, и поэтому эта камера совместима только с приложением Creators. Поэтому в данном ролике я решил рассказать, как же все-таки его установить, что, собственно, я и сделал со своими устройствами. Но сначала я хочу закрыть вопрос с компьютерами, потому что если вы используете свою камеру для съемки в компьютер, то вы по-прежнему можете использовать приложение Sony Imagine Edge. Тут никаких обновлений у Sony не было. А использовать новые камеры Sony для съемки в компьютер либо в мобильное устройство — это одно удовольствие, потому что у них появился Wi-Fi 5 ГГц, и он позволяет перекидывать эти файлы очень быстро. Поэтому, если хотите снимать в компьютер по беспроводу, то просто качайте приложение Sony Imagine Edge и соединяйтесь со своей камерой. Если же вы хотите, чтобы ваши снимки прилетали в iPhone либо в iPad, то вам нужно скачать новые приложения Creators, которые недоступны в App Store. И чтобы обойти этот момент, нужно всего лишь изменить регион в своем Apple ID. И оказалось, что это действительно делается всего лишь в два клика, как мне и писали люди под моими постами, где я описывал проблему невозможности скачать новое приложение. И единственное ограничение, что если у вас в Apple ID есть какие-либо подписки, то они не дадут вам изменить регион. Вот, например, мой друг Алексей не смог себе изменить регион по одной простой причине, потому что у него огромный список подписок. У меня же никаких подписок не было, поэтому я сразу же приступил к процедуре. И в случае, если у вас нет никаких подписок через Apple ID, например, на тот же Apple Music, то вы смело можете изменять регион. И лучше всего изменять регион на США. Я оставлю в описании ссылочку, которая очень детально описывает все эти простые шаги. И там даже написаны конкретные цифры, которые вы можете ввести в необходимых полях. И все, после того, как мы изменили регион на США, нам доступны все приложения, в том числе Creators, в том числе и те приложения, которые уже недоступны в App Store. Так, я, например, скачал себе не только приложение Creators от Sony, но и Capture One и приложение с VPN AdGuard. Кстати, этот VPN и был катализатором того, что я изменил регион у себя на iPad'е и затем скачал себе все эти необходимые приложения. Все потому, что я пользуюсь этим VPN-сервисом, и он у меня распространяется и на мой стационарный компьютер, и на ноутбук, и на iPhone. И я решил установить себе на iPad, но к моменту, когда у меня появился iPad, оно уже было недоступно в App Store. А после того, как я скачал себе это приложение с VPN, я решил, что хочу скачать себе и приложение Creators. А после того, как я скачал себе приложение Creators, я решил, что я хочу прошить и свою камеру. Потому что все это время я не изменял прошивку, и она оставалась у меня старой 1.11. И теперь я очень рад этому ряду случайностей, который привел меня к обновлению прошивки и к этому приложению Creators. Потому что по моим наблюдениям, оно работает намного стабильнее, чем приложение Sony Imaging Edge, то есть старое приложение. Я уже молчу о том, что в моей камере Sony Alpha 7 IV появились какие-то улучшения и новые функции. Кстати, если вы хотите установить новое приложение Creators на свой Android смартфон или планшет, то вам всего лишь нужно скачать APK-файл и напрямую установить его на свой Android. То есть там никакой регион менять не нужно. Все намного проще. Но теперь давайте поговорим непосредственно про приложение и его использование. Во-первых, почему я считаю, что оно очень удобное? Потому что когда я снимал в ноутбук, я получал на горизонтальном экране вертикальное изображение. То есть у меня небольшую площадь занимало это изображение и как бы использовало неэффективно экран моего ноутбука. Здесь же я могу перевернуть планшет вертикально и моментально получать вертикальные снимки из камеры на весь 13-дюймовый экран. Если быть точным, то здесь у меня в iPad экран 12,9 дюймов, потому что это iPad на процессоре M2. Сказать, что я кайфанул, когда получил первое изображение с камеры на своем iPad, это ничего не сказать. Потому что на iPad это выглядит невероятно эффектно. И это подтвердили в том числе и мои клиенты. Когда они видят прямо на съемке изображения, которые прилетают в iPad, они просто в шоке. Насколько они близко могут взаимодействовать с качественными изображениями. К тому же, как я и сказал, изображения прилетают моментально. Как только я сделал щелчок на камере, через секунду у меня появилось изображение на iPad. Почему так происходит? Потому что я использую для перекидывания самые маленькие JPEG изображения. Почему именно JPEG изображение, спросите вы? Потому что мне на съемке не нужно обрабатывать файл и как-либо с ним взаимодействовать, кроме как видеть светотеневой рисунок. То есть, бац, фотография прилетела на весь экран, и я по ней сразу могу понять, заметить какие-либо детали, что нужно поправить, а что нет. Естественно, на 13-дюймовом мониторе это сделать намного удобнее, чем с 3-дюймового монитора на моей камере. Почему я использую самый маленький JPEG? А все потому, что самый маленький 8-мегапиксельный JPEG все равно больше по разрешению, чем даже iPad. То есть, его еще можно и приближать. Высвобождается iPhone, и iPhone я могу через приложение управлять светильниками. То есть, включать либо выключать тот или иной свет, а на iPad видеть, как это все происходит в визуальном плане. В общем, это невероятно удобно, и я каждому фотографу желаю иметь в своем арсенале iPad. Я обязательно также сниму еще одно видео, которое будет посвящено как раз преимуществам iPad для фотографа в современном мире. Скажу вам по секрету, что помимо приложения, которые мы используем для взаимодействия с нашей камерой, есть еще ряд приложений, которые делают iPad просто незаменимым помощником для фотографа, либо видеографа. Теперь, что касается самих настроек на камере, то здесь очень важно использовать Wi-Fi 5 ГГц. То есть, он позволяет нам как раз быстро получать изображение. Если в вашей камере нет Wi-Fi 5 ГГц, это значит, что у вас старый протокол, изображения будут передаваться значительно медленнее. В новых камерах, таких как Sony Alpha 7 IV, Alpha 7 C2, Alpha 7 R5, этот протокол есть, и он как раз позволяет получать изображение максимально быстро на ноутбук, iPad или iPhone. Также вам нужно убедиться, что в камеру на карту памяти у вас сохраняется RAW изображение плюс JPEG изображение. И здесь я действую по такому принципу. RAW изображение я использую не сжатое, то есть максимальное разрешение RAW файла, все 33 Мп, в данном случае в моей Sony Alpha 7 IV. А JPEG изображение самое маленькое, потому что оно мне нужно только для превью и только для того, чтобы, например, в день съемки отдать клиенту все снимки. А уже непосредственно в iPad мы делаем настройку, чтобы прилетало маленькое JPEG изображение, 8 Мп, благодаря чему оно будет появляться на экране iPad моментально после нажатия кнопки спуска затвора. Ну что ж, на этом у меня, пожалуй, все. Если это видео вам понравилось, то поставьте лайк, также подписывайтесь на канал, если до сих пор этого не сделали, и поставьте колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. И всего вам доброго! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok